Всем привет, мои хорошие! Я начинаю спонтанное видео, я получила зарплату и просто звоню сейчас к своему косметологу, к которой все время хожу, к Таисии, и планирую записаться на ботокс, который я уже давно хотела. И тут мне администратор говорит, если вы успеете до половины второго, то будет время. Я такая, ой-ай, а я в солярии собралась ехать, представляете? А она говорит, ну в солярии вы не должны ходить сегодня и там еще два дня, только потом. Я такая, о, хорошо, что предупредили. Я говорю, ну значит, если я в солярии не еду, то я к вам успею. Так что сейчас я поеду, сниму денежку и к Таисии на ботокс еду. Блин, мой первый ботокс, я так боюсь. Честно, переживаю, но я уже давно хочу. Посмотрим. Самое интересное, вы можете понять, насколько это спонтанно. Я иду в солярии, специально такая, вообще не подготовленная. У меня такая, знаете, вот эта футболка, она такая домашняя и выходная. То есть это то, в котором удобно и классно дома ходить, и в той, в которой можно вот не переодеваясь, выскочить там в магазин или куда-то даже выехать вот так по-быстрому. Вот я и в солярии собралась. Голова такая несвежая, знаете, такая... Короче, очень спонтанная, но это значит судьба. Это видео про ботокс, мой первый раз. Так, быстренько нашла банкомат, сняла денежку, мне скинули адрес. Я все время не запоминаю его, недалеко здесь находится. Так, я что, на аварийке? Читала мне, мы будем делать все лицо. Вот, но сейчас посмотрим, сколько выйдет, потому что там вроде подорожания какие-то были, этих препаратов. Вот. По-моему, как-то называлось оно, уже не ботокс называется, а как-то по-другому. Но да, да, не помню, короче, сейчас спрошу, все скажу. Азу могу сказать, что видео не рекламное. Я хожу к Таисии уже давно, и за рекламу, кстати, я к ней ни разу не ходила. Я всегда ей плачу, но она знает, что я блогер, и она мне делает скидочку небольшую. И это очень приятно. А, и помните, я еще говорила, что я пойду на ботокс только тогда, когда у меня пройдут мои вот эти вот кашли непонятные, вот это непонятное состояние пройдет, потому что, ну, панические атаки на ровном месте, потому что я буду нервничать, блин. Что, что у меня? Я даже сейчас, ну, как бы нервничаю, но без паники, да, то есть это для меня что-то новое, какие-то новые ощущения, то есть у меня будут расслабляться мышцы лица, да, и вот они же не сразу будут расслабляться. Я думаю, как лучше сделать и удобнее вот это видео с ботоксом, давайте в этом видео я вот вам расскажу вообще все впечатления от первой процедуры, что я чувствую, да, и, может быть, вот в течение дня, что я буду чувствовать. А так как сам ботокс, он в течение двух недель происходит что-то, просто у меня подружка делала, поэтому я уже знаю, да, полностью расслабление этих мышц идет, по-моему, в течение двух недель, сейчас мы все узнаем, вот. И результаты потом тогда я уже через две недели, я сейчас подсниму себя до и после, и вот через две недели я вам сниму тогда видео уже прям вообще до и после, и какие были ощущения у меня на протяжении двух этих недель, вот так вот, да, потому что, ну, чтобы это видео не растягивать, потому что мне хочется скорее поделиться впечатлениями, что я уже сделала ботокс, поэтому сделаем вот так вот, да, все узнаем сейчас как и что, вот, а результат через две недели будет в отдельном видео. Я все еду, вы же понимаете, как ботокс по-другому называется, я же еду и лакмою всю голову, вспомнила. Подожди, я только что вспомнила, да, блин, надо было сразу сказать. Ладно, сейчас если, диспорт или дискорд, диспорт или дискорд, дискорд, нет, диспорт. Ладно, в следующий раз вспомню, сразу включу камеру и скажу, без предисловия. Еще, чтобы вы понимали, насколько это спонтанно, у меня просто мигает бенз. Смотрите, у меня мигает бензин. Я просто могу не доехать, остановиться где-то. Слушайте, ну здесь где-то была заправка, надо все-таки заправиться. Так, девочки, я пришла, вот так у нас все красивенько, здесь аккуратненько, чистенько. Сейчас буду ложиться. Покажу свою мимику, за что мне я нахмуриваюсь. Поднимаю брови вверх и улыбаюсь. Так, что мы будем делать? Инъекции диспорта. Диспорта будем. Ничего лучше не придумали еще? Ну, много чего хорошего есть, но для тебя больше подходит. Подходит, да? Все, мне подходит диспорт. Какие области мы будем делать? Мы будем убирать мимику межброви. Здесь уже заложилась морщинка некрасивая, прям две поперечные, два возле носика, продольные и поперечные. Вот они продольные и поперечные. И на лбу мимика на левой бровке более активно, мы ее уберем, выровняем с правой стороной. И глазки, улыбайся сильно. Глазки, да. Приподнимем хвостик к брови, чтобы открыть красиво глазик и носик вот так на хмурь. И вот на носу уберем вот эти морщины тоже некрасивые. Да. Отлично. Расслабнее. А, по поводу болезни, это так же, как бериавитализация или больнее? Нет, не так больно. Потому что намного меньше инъекции. А, не будем делать тогда этого. А, ну, ты зелит, я никогда не буду спальгом. Супер. Ну все, поехали. Все, мне укололи. Укололи. Дискор. Дискор, да, чуть-чуть. Вот я, знаете, чем отличается бериавитализация? Делается прям много-много-много-много-много проколов. Поэтому ты больше вот как бы больнее, кажется, да? По ощущениям проколики те же. Не больно. Даже, может, правда, менее больнее. И их меньше. То есть здесь получается раз, два, три, что-то, да? Здесь, 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 здесь четыре прокольчика. И вот тут, ну, то есть очень быстро, мне кажется, две минуты прошло. Не больно, а ощущениям каких вот пока не было нет. Ну что, мои девочки, села я в машину. Ну, вы даже видите, да? Я сейчас зеркало посмотрела. Вы, наверное, даже видите эти прокольчики, которые были вот здесь раз, два. Вот здесь раз, два, три, четыре. Вот здесь вот было. И вот здесь вот там раз, два, раз, два. И здесь раз, два, три, четыре. Что-то вот типа того. Что мне сказали? Мне сказали не ходить в солярий и в день процедуры тоже не ходить в солярий. Это я вам уже сказала, да? Поэтому я ехала на солярий и вместо солярия поехала сюда. Два дня мне сказали не ходить в солярий. Сейчас в течение двух часов у меня должна быть активная мимика. Прям активная мимика. Задание такое. Не лежать горизонтально первые два часа. Не наклоняться вниз. Ну, то есть вот так вертикально буду ходить. Сейчас как раз видео сниму. Ну, единственный момент, ага, видео сниму, краситься-то нельзя, миромисти нам надо протирать там первые два дня. Сказали, действовать будет где-то на третий день. Или, а может, на десятый. Блин, или это что-то я... Короче, на третий день начнет действие все это быть. Если будут какие-то вопросы, говорится, пиши, задавай вопросы. Вот. И все, никаких таких особых там вот указаний и не было. С девочкой я тоже разговаривала сейчас, пока сидела. Она тоже делает ботокс. Она говорит, я на лето делаю. Говорит, мне кажется, на лето это вообще, ну, прям, необходимо. Потому что лето, солнце, мы постоянно хмуримся и так далее. Еще, да, куда мы не сделали. Мы не сделали вот здесь нигде. То есть мне чем нравится Таисия еще, что она, знаете, не делает вот так вот, лишь бы сделать все там, да, лишь бы денег заработать и так далее. Она вот прям смотрит. Прям вот у нее... Я вижу, как у нее интуиция даже работает и профессионализм вместе, да. То есть я такая говорю, вот, ну, носа губки может уколоть. Она такая, ну, нет, нет, лето, походи. То есть вот мне вот это нравится, да, что она... Мне нравится, говорит, все хорошо у тебя, мне кажется, не надо. Вот. А вот там, где надо, то есть она когда пришла, я только, она говорит, а ну, нахмурься, а ну, подними там в рот, ну, нахмурься, подними это, да. И такая говорит, нет, надо. Ну, то есть вот когда мастер вот такой говорит прям надо, значит, надо. Вот. А я говорю, а может здесь? Она, не надо. Вот, это четко. Тоже сейчас девушка при мне выходила, и она такая говорит, а вот это, вот это. Она говорит, нет, пока не надо. Или там, или можешь сделать дома. То есть, ну, как бы вот видно, что у человека нет задачи заработать всех денег. А вы знаете, что у косметологов это часто. Приходишь, и тебе, ааа, какие проблемы, тебе надо вот это, вот это, вот это делать, да. А тут я точно понимаю, что мне по необходимости все сделают. Вот. Это очень подкупает в людях. Вот. Ну и что? Пойду сейчас Кристинке скажу, что ботокс уколола. Ощущение нормальное абсолютно, все хорошо, все супер. Вот. Вообще, я потом к Таисии, когда пойду в следующий раз, я хочу что-нибудь узнать такое у нее, что можно сделать, чтобы, знаете, как лицо было отфотошоплено. Вот. Чтобы я его не фотошопила. В фотошопе. А я, кстати, минимальный фотошоп делаю. Я вот смотрю, что ничего особо не меняется. Убираются какие-то реально мимические морщинки там, и вот все, блин, и лицо другое совершенно становится. Надо это в реале повторить. Так, еще что хотела сказать, что хотела сказать. В общем, в течение дня понаблюдаю, к вечеру скажу вам, как я себя чувствую. Пока что все замечательно, никакого ощущения нет, знаете, что в тебе ботокс или так далее. Но говорят, что бывает, в этот день валит голова. Мы это проверим. Я вам сюда засниму этот момент. Да, и все. Дальше мы с вами увидимся уже через две недели, когда боталатоксин этот встанет. Да. И я уже покажу вам свою мимику. Мы сравним до и после. Вышло мне все, кстати, со скидочкой 6800. Но опять же скажу, что это со скидкой для меня. Скидочка небольшая, поэтому я думаю, примерно там плюс небольшой. То есть, ну, может, 7000 точно это, думаю, стоит процедура. Ну что, крошки мои, я приехала домой. Уже прошло сколько? Ой, точно, больше двух часов прошло. Абсолютно никаких ощущений. Вообще, как будто мне ничего не делали. Ничего не болит, голова не болит. Голову не наклоняла, в принципе. И активно, как мне Таисия сказала, я... Мне кажется, кстати, люди... Я такая, как вспомню, думаю, ой, мне же надо мимику. Активно мимикой шевелить. И я такая... Я думаю, люди смотрят, думаю, тут чканашка. И в машине так люди проезжающие на светофоре где-то. Потом в магазин в один зашла. Тоже такая, ой, надо же сделать. И забываю, что люди вокруг. Думаю, как они на меня смотрят, интересно, как на дурашку. Вот. Ну, в принципе, до вечера давайте доживем. И я уже к вечеру вам скажу конкретно. Я даже уже не вижу здесь проколов, да? Они сошли. И вот я как бы хожу, как будто и не прокалывали. Я думаю, что я могу даже вообще накраситься, мне кажется. Или не краситься. Немножко, когда делают проколы, страшновато краситься. Думаю, вдруг в прокол попадет косметика. И пойдет что-нибудь там непонятно что. Ну, это мои дурости, конечно. Но, может быть, даже сегодня не буду краситься. Вот. Короче, вечером тогда я закончу все свои ощущения, впечатления. Что вспомню, еще скажу. И мы закончим видео. Будем ждать две недели. Ну что, мои хорошие, время уже вечер. Что могу сказать? Ну, не знаю. Есть легкое такое ощущение, знаете, как будто вот... Ну, очень такое легкое, вообще незначительное. Как будто что-то сделали, знаете, как вот что-то такое. Интересно. Но вообще, если отвлечься, даже этого и не заметишь. Это я уже, наверное, больше придираюсь, наверное. Думаю, так что-то сделали. Очень много внимания туда обращаю. А так, по сути, ничего особенного. Голова не болит. Все хорошо, все замечательно. В общем, буду ждать. Через две недели увидимся. Все видюшки сохраню, которые есть у нас. Мимика и без мимики. И потом через две недели покажу, как я могу делать, как не могу. Очень вообще интересно, как изменить вообще лицо, сравнить то и после. Еще хотела сказать вообще для чего, кому... Вот я знаю, что очень рано девочки делают еще ботокс, да. И я на самом деле, как бы, ну, считаю, что ничего в этом страшного нет. А это может даже быть полезной профилактикой глубоких морщин. Потому что если часто мимика какая-то работает, да, и человек часто хмурится, то у него появляются заломы. И, ну, вот я спросила у косметолога, да, у своего, и даже не у одного спрашивала, если эти заломы будут уже глубокие, что их видно даже, когда вы не морщитесь, то потом уже просто ботоксом не обойтись. Если вы захотите убрать все морщинки, их нужно будет закладывать филером, то есть заполнять эти глубокие морщины. Это уже другая процедура, как бы, и... Ну, то есть, мне кажется, проще сделать сейчас ботокс, тем более, я думаю, что мне вот скоро 36 лет. Иди, солнышко. Тем более, я думаю, что мне скоро 36 лет, и я делаю впервые ботокс. Это даже еще и поздно, наверное. Но у меня просто хорошо все, как-то мимичка так работает, что у меня заломов таких, ну, нет. То есть, мне если сделать масочку просто, да, то, в принципе, лицо довольно себе приличное, без глубоких заломов. И мне кажется, что я как раз вовремя обратилась к косметологу. Вот, сейчас будем смотреть, что как подберу потом в итоге себе комфортное что-то. Вот, поделитесь, пожалуйста, что делаете вы. Если вы колете ботокс, то в каком возрасте вы начали и почему. Вот, может быть, кто-то делал ботокс, потом перестал делать. Кстати, еще хотела сказать, если вы увидите, что я резко постарела, знаете, это перестало, значит, колоть ботокс. Потому что я планирую, как бы, ну, если он через полгода уходит, то я планирую, конечно же, все это дело поддерживать. Вот. И на самом деле, как вот администратор даже сказала, говорит, я на лето делаю всегда, потому что, мне кажется, это необходимо. Мы очень много щуримся. И как раз я вышла оттуда, и просто это солнце фигачит, и я просто еду вот так, понимаете? Вы представляете, что с лицом постоянно? Вот. Поэтому мне кажется, что это прям вот показания. Вот это вот все к тому, чтобы уже делать ботокс. И на самом деле все оказалось вообще не страшно, не так страшно, как я переживала. Вот такие дела. В общем, пишите ваши комментарии, что по этому поводу думаете вы. Но по поводу дальнейших действий мы с вами встретимся через две недели на этом же месте. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не упустить это видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok